Нас стало больше. В студии появился наш коллега Вадим Гачков. Я думаю, он лучше нас всех, пешеходов, знает ситуацию на дороге. Он единственный с правами водительскими. Да, раньше так было. Сейчас немножко ситуация изменилась. Вы злостный нарушитель, Вадим? В какой-то мере можно сказать и так. Кстати, президент призвал ускорить введение бальной системы за нарушение правил дорожного движения. Я считаю, что это очень хорошая инициатива, потому что наказывать нужно тех, кто к этому склонен, к нарушениям. Потому что можно сказать, что в свое время я тоже не особо ответственно относился к правилам дорожного движения, за что был наказан. На два года лишили меня прав. И я могу сказать, что это сыграло, подействовало. У меня было время подумать. Я понял, что нужно ответственно относиться, потому что все-таки это многотонное транспортное средство. Вы, Вадим, судите по себе. Если бы, например, бальная система была уже введена, вот это вот баллы были бы как предупреждение, да, как стоп такой, что все, пора остановиться. Я считаю, что у нас слишком лояльно относятся к водителям, и нужно больше штрафовать, потому что это все-таки человеческие жизни. Водители часто говорят, что скорость стала меньше, поэтому мы медленно добираемся. Но вы добираетесь, а кто-то и не доходит до того, куда он шел. Едет пара, муж с женой, торопится к детям. Превышает скорость, трезвый, превышает скорость. Погибает муж на месте. А жену мы пытались спасти всеобщими усилиями. И в Кишневе прооперировали. Тромб оторвался, и она умерла. И вот двое детоксироты, понимаете? Вот в чем проблема, это беда. А причина всему элементарное превышение скорости, была скользкая дорога, не учел, как говорится, и попал. Вот в чем проблема. Как сказал президент, не раз подчеркивал, бальная система – это не наказание. Это каждый раз нужно проецировать ситуацию на себя. Как на нарушителя, а как на жертву. Как на жертву, да. То есть ты должен понимать, что ты ответственен, сел за руль, ты отвечаешь не только за свою жизнь, но и за жизнь тех людей, которые переходят дорогу, которые едут рядом с тобой. Это очень верно. Тем более, что сам водитель может не нарушать правила движения, но из-за того, что в потоке едет человек, который, скажем, безответственно относится к правилам. Это движение, да. То создается аварийная ситуация, и страдают действительно зачастую невинные люди. Да и сам водитель в какой-то момент становится пешеходом. У него есть родственники, которые тоже часто ходят по улицам, дети. Поэтому нужно об этом тоже помнить.